Привет! Как дела? Сегодня я выбрала такую пикантную, так скажем, тему русский мат в Лондоне. Как это ни странно, все прибалтийские страны, которые говорят на русском языке, а также люди, приехавшие из других стран, например, поляки тоже, все в основном матерятся русским матом именно, скорее всего, по той причине, что в их языке просто-напросто таких высказываний нет. Даже простое кур, которое считается самым матерным словом у поляков, не так смачно звучит, как наши русские маты. Поэтому очень часто, особенно среди рабочего класса, в большинстве случаев от мужчин, я слышала русский мат. Причем человек был абсолютно не русский, там, латыш, литовец или поляк. И вот в связи с этим я вспомнила, какая со мной произошла история. Я, культурный человек, начала тоже выражаться этим языком в Лондоне. Но сейчас, по прошествии лет, я вспоминаю и думаю, почему так произошло. Это произошло после того, как у меня погиб брат. На меня навалилось бессмертное количество дел. Надо было коммуникатировать со всеми службами, там, от похорон, следствия, с банками, с квартирой, с арендаторами, с налоговой. Совсем абсолютно мне пришлось столкнуться с какими-то канцелами, там, выяснять отношения с судами, с юристами. В общем, очень много новой информации на чужом языке, в чужой стране, когда ты вообще не знаешь, с чего начать, как тебе, куда дальше двигаться и что делать. Было очень тяжело. И, видимо, в связи с этим я как-то так, наверное, расслабилась уже в русской речи. Я тогда часто гуляла с подругой. И как-то на эмоциях что-то произошло у меня тоже. Я и вот это всё выложила с междометиями между моими культурными русскими фразами. И потом как-то немножечко так подостыла и говорю, сори за мой мат. Она говорит, да ничего, даже пикантно звучит в твоих устах. Ну так, улыбаясь, конечно, и с приколом. Она сама из Латвии, но она русскоговорящая, русская подружка из Латвии. И так говорит, ну, пикантно. Я за это как-то зацепилась, за это слово пикантно. Ну, думаю, раз тебе нравится, буду так и выражаться. И так оно и пошло где-то в течение полугода. Я разговаривала уже на этом языке. Я, конечно, этим не горжусь, но я даже не замечала. Ей нравилось, она постоянно улыбалась. Ну, как бы видела, видимо, что мне это нужно как-то вылить. Я, кстати, вот интересно, если есть кто-то среди моих подписчиков, психологи, расскажите, почему так произошло в связи с тем, что у меня был такой огромный стресс, и я вот так вот расслаблялась хотя бы в своей речи на русском языке. Или это просто я так распоясалась, как говорится. Ну, в общем, прекратилось всё у меня вмиг после одного единственного случая. Я в тот момент ещё училась на курсе фильммейкинга. По-моему, это был второй курс, и у нас был такой предмет калогрейдинг, то есть расцветка видеороликов. Нас учили в программе «Довинчи», как поменять цветовую гамму всего твоего фильма. И вот так вот на уроке я сидела, внимательно впитывала. Это тоже была ещё стрессовая такая ситуация, потому что все технические слова, все вот эти вот нюансы цветовые и название кнопок, всё звучало на английском языке. Я еле успевала понимать, а ещё при этом записывать себе в тетрадку, чтобы не забыть, чтобы потом, впоследствии, уметь это делать. И в итоге писала-писала, преподаватель там нам что-то рассказывал, прямо практически без остановки. И проходил как-то мимо меня, посмотрел, что у меня написано в тетрадке, и так как-то с сарказмом произнёс. А некоторые из нас, кстати, пишут слово «кало» на американском английском. Я так подумала, посмотрела свою тетрадку, у меня написано «колор», а не «колоур». То есть в американском стиле это пишется без буквы «ю». И он это увидел, а я так как быстро писала, мне хотя бы знать, что это просто цвет, и всё. Вот он так меня подколол, что я потом подруге, когда рассказывала всю эту ситуацию, мы где-то погулялись с ней и уже стояли у станции Вестминстер, прощались. Она жила в Вестминстере, а мне надо было ехать домой на Эрскорт. И так вот я на эмоциях ей рассказываю. Я говорю, вот нас обучали, и он рассказывал, я не успевала записывать, а тут он ещё меня и подъебил, что некоторые на американском пишут. Какая ему разница вообще, какого чёрта ты заглядываешь в мою тетрадку и смотришь, что я там пишу? Не твоё ума дело. Прайваси, прайваси, как говорится. В общем, меня это так взбудоражило, и я вот на эмоциях ей это всё рассказываю, а мимо проходит парень, русский, видимо, и, ну, как бы, услышав вот то, что я ей сказала, что он меня так подколол, уже прошёл мимо нас, услышав мою речь, сказал «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как не стыдно! Какие девушки и так ругаются!» И тут я как-то так, у меня просто вот ошарашило. Я поняла, что наш секретный русский язык в Англии не такой уж секретный, то есть нас могут услышать русские люди, русскоязычные люди. И как-то мне так прямо по башке стукнуло, я думаю, блин, а что я так матерюсь, как сапожник? Пора это прекращать, пресекать. И, в общем, начала отучиваться. Ну, реально как-то даже сама я не понимаю, как я перешла на такой язык. Вроде бы я культурный человек. И вот так. Хотя могу сказать одно. Вот в музучилище у нас очень многие матами крылья, только так. То есть культурные люди, они вроде бы как несут культуру обществу, а сами между собой матерятся тоже, как сапожники. Видимо, как-то, может быть, это всплыло в моей памяти. Но я не материлась, когда я в музучилище училась. В Академии культуры у нас одни девчонки были, никто между собой не матерился. А вот в музучилище там пацаны были, вот они только так крылья матами. А еще одна интересная история у мамы такая была тоже. Она вот в роли этого парня выступила. Тоже в Лондон приехали. Ну, говорит, видимо, туристы были в центре Лондона. Прямо у Биг Бена, говорит, тоже на парламент-сквея. Между собой общались и чем-то восхищались. И говорят, ахрененно красиво. И мама такая, ну, проходит мимо и говорит, думаю, дай-ка я им скажу, что они одни, они на русском языке говорят. И сказала, я все понимаю, но ругаться-то зачем? Они так осеклись тоже, как и я. И поняли, видимо, что даже находясь в стране, где все говорят на английском языке, есть русские люди, которые понимают твою речь. И, наверное, впоследствии были более осторожны. И так вот по-задорному и получается, что мы, русские, высказывая свое восхищение чем-то, не можем удержаться от мата и не проматерить вот эту вот лунную дорожку, которая отражается в воде. Ну, а у меня, видимо, получилось какой-то, ну, я не знаю, сбой, наверное, какой-то психологический. Я, у меня столько всего было в голове, мне надо было решать столько проблем, что, если так можно выражаться, описать это состояние, что у меня шарики заезжали за ролики. И, видимо, я так вот расслаблялась и физически, и психологически. Я была очень истощена, и мне надо было чем-то насыщаться. И вот я встречалась с друзьями и общалась с ними, и сама не заметила, как я стала общаться на матерном языке. Ну, а им еще подружка подзуживала, типа, а, что, нормально, прикольно звучит. Может быть, ей, конечно, было прикольно, но я не замечала, как я съехала куда-то не туда. Ну, зато вот это спасибо этому парню, который вернул меня в жизнь, и я резко перестала ругаться и следить за своей речью. И сейчас уже все в порядке. Ну, бывает, конечно, там вырвется, как и у всех, в момент какого-то эмоционального всплеска. Но так, чтобы разговаривать на нем, уже давно, давно нет. Вот такие вот дела. Расскажите, были ли у вас какие-то такие случаи, что вам было стыдно за свою речь? Или вы начинали ругаться матами из-за какой-то ситуации? Ну, а также, если вам интересны вот такие вот случаи и такие вот рассказы, тоже подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие истории. Таких историй у меня очень много. Про русских и про культуру русских в Англии, про британскую культуру, абсолютно про все. У меня много накопилось за 8 лет моей жизни в Лондоне всяких историй. Какие-то я нахожу в переписке с мамой, какие-то я нахожу в своих старых постах на Фейсбуке, какие-то в журнале, который я вела с начала своей жизни в Лондоне. И потихонечку, постепенно рассказываю все на своем канале. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok